Девушки отдыхают Но при этом тоже увлекательно Хватит болтать! Скорее в лабораторию! Сегодня мы познакомимся с явлением инерции Это явление легко можно проследить на примере велосипеда Да, вы наверняка видели такое не раз Если сильно раскрутить педали велосипеда, а потом перестать их вращать Транспортное средство все равно продолжит движение вперед Благодаря силе инерции Ну а мы решили показать силу инерции в наших лабораторных условиях вот таким образом Итак, друзья, у нас есть так называемые бусины Ньютона И чтобы показать силу инерции, нам необходимо просто опустить их вниз В данный момент у нас действуют три силы Сила инерции, когда каждая бусина тянет за собой другую Сила гравитации, которая тянет наши бусины вниз И сила, которая выталкивает наши бусины из этого стакана Обратите внимание, чем выше находится стакан с бусинами, тем больше скорость падения всей цепочки Происходит это из-за увеличения энергии взаимодействия Земли с телом по мере роста расстояния между ними Простой пример Чем выше залезть, тем больнее будет падать Внимание! Для того, чтобы опыт удался, складывать цепочку бусин нужно последовательно Да, пожалуй, это именно тот опыт, про который смело можно сказать Проводите дома, это абсолютно безопасно До новых встреч, коллеги, интересных вам опытов С вами был профессор Открывашкин Второй век до нашей эры Именно тогда появилась первая новостная газета в мире Она издавалась на деревянных табличках О, я знаю, да, это было в Древнем Риме И назывались эти деревянные новости Ежедневные дела римского народа Там публиковались светские новости Отчеты о заседаниях Сената Доклады полководцев И послания правителей соседних государств Я думаю, наши более актуальные новости из мира образования и науки Гораздо интереснее Катя, тебе слово Всем привет! Начинаем с новости для выпускников Теперь можно потренироваться в сдаче устной части ЕГЭ-2016 по иностранным языкам На официальном портале госэкзамена обновили сервис, который позволяет это сделать Интерактивное пособие максимально приближено к реальной сдаче экзамена Там же есть и подробная инструкция по процедуре его прохождения, а также полезные ссылки Выпускник может отказаться от сдачи устной части ЕГЭ по иностранному языку Однако это повлияет на окончательную оценку Проще говоря, он потеряет 20 баллов Красноярские школьники, получившие незачет по итоговому сочинению, напишут его повторно Напомню, это испытание проходили в декабре прошлого года более 4,5 тысяч выпускников В итоге 98% школьников получили зачет Не справились 106 человек У них была возможность переписать сочинение 3 февраля Если не выйдет и в этот раз, то можно будет переписать его уже в мае Без иностранного языка в наше время не обойтись Who is on duty today? I am on duty today May I help you? Yes, you may О, я тоже помню это со школы А если серьезно, то знание иностранного языка действительно поможет в будущей Корее Более того, не языка, а языков Чем больше, тем лучше Недавно мы побывали в одной из красноярских школ Там детей воспитывают билингами О том, что это такое, расскажем прямо сейчас Обычный день, обычная переменка, обычные третий классики Поправка, обычные для 13-й красноярской гимназии English Club, куда направились Егор и Саша, это вовсе не урок Это действительно клуб по интересам Кружок английского языка Здесь ребята более углубленно изучают любимый предмет Сегодня тема Великобритания Which words are associated with Great Britain? Олеся, start, please Bulldog One word, ok? Thanks Thank you Ходить или не ходить в кружок дети выбирают сами Решив, от занятий не отлынивают Говорят, цитирую, а смысл? В этой школе ребята еще с начальной ступени, а именно со второго класса, знают Иностранные языки пригодятся в будущей взрослой жизни Изучение проходит по специальной коммуникативной методе Коммуникативный подход это проекция вот как раз на повседневную, на реальную жизнь, на общение То есть мы смотрим такие ситуации, которые детям реально пригодятся потом в жизни И они пробуют на уроках себя вот в этих ситуациях Поэтому нам было очень легко перестроиться вот на эти требования, потому что сейчас это уже должны применять на всех предметах Должны применять, поскольку этого требует новый государственный образовательный стандарт Благодаря ему уже с сентября 2016 года во всех школах станет обязательным для изучения второй иностранный язык В гимназии номер 13, узнав об этом, просто пожали плечами Здесь этот опыт отработан уже давным-давно За 30 лет действия языковой программы три поколения учеников выросли настоящими билингвами Билинг – человек, свободно владеющий двумя языками Билингвальное обучение – это обучение в системе иностранный язык, как второй родной Главные плюсы – такое образование расширяет границы мышления и памяти Учит искусство анализа, расширяет лексический запас слов, повышает уровень конкурентоспособности на рынке труда Кстати, людей, владеющих двумя языками, называют билингвами Тремя – полилингвами, более трех – полиглотами Иностранный язык у нас используется не только в качестве объекта и как один из предметов федерального компонента в обучении Но и как средство для получения информации, защиты проектов В основном это английский, французский и немецкий язык У нас были случаи, когда ребята на профильном уровне, это 10-11 класс, выбирали для себя три иностранных языка И есть возможность свою траекторию простроить обучение и движение и продвижение в иностранном языке Поэтому у них один из языков на углубленном уровне, предположим, английский, и два вторых иностранных При этом стоит помнить, что 13-я Красноярская гимназия – это общеобразовательное учреждение с физико-математическим уклоном А значит, тот же английский, международный язык науки, используется на защите проектов и работе на международных конференциях Да-да, случается в жизни учеников этой школы и такое Впрочем, для каждого из ребят иностранный язык – это все же не тяжкое обязательство А действительно второе, родное средство общения и творчества А сколько планет Солнечной системы знаешь ты? Так, подожди, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и… планета Икс Которую недавно открыли ученые из Калифорнийского технологического университета Да, пока известно только то, что это небесное тело достаточно крупное и по составу, возможно, похоже на Уран или Нептун Похоже, пособия по астрономии скоро будут переписаны Обещаю, в следующем сюжете ты получишь ответы на все вопросы А-а-а-а, и даже если? И на этот тоже, смотрим Это было прошлой весной, где-то в апреле, кажется Было лунное затмение частичное Вот мы стояли на горе перед мед. университетом и показывали людям в телескопы лунное затмение Рефракторы, рефлекторы, засветы – все эти термины для Екатерины яснее ясного Небо. Свою историю астронома-любителя девушка начала несколько лет назад Говорит, однажды просто посмотрела на звезды через телескоп и все Поняла, что это для нее С тех пор в жизни Кати появились товарищи по звездному счастью Проект тротуарная астрономия Множество удачных астрофотографий Супруг Роман, дочка Василиса и сынишка – настоящая звездочка Арктур Арктур – Альфа Валопаса – одна из самых ярких звезд ночного неба Земли В оптическом диапазоне Арктур ярче солнца более чем 110 раз На территории России оранжевый гигант виден круглый год Лучше всего весной Кстати, гавайцы называют Арктур звездой счастья В тех широтах она кульминирует почти точно в Зените Именно по Арктуру древние мореплаватели находили путь на Гавайи Катя говорит, их проект для тех, кто влюблен в звезды Здесь все очень просто Есть группа, она открыта Все встречи анонсируются заранее Если есть своя техника, можно взять с собой Если же нет, помогут, покажут, подскажут Несмотря на то, что в действительности с тротуара, то есть с улицы Видны только самые яркие небесные объекты Охочих до света звезд красноярцев собирается на встречи никак не меньше двух-трех десятков Недавнее солнечное затмение и вовсе наблюдали сразу 500 астрофилов Ну просто это же так здорово Не просто смотреть, допустим, картинки в интернете Вот вам сфотографировали Сатурн, допустим, аппарат Кассини, который мимо пролетал И мало ли там он что летает Любители теории заговоров вообще говорят, что там фотографии подставляют А вы вот так вот смотрите в телескоп И он там маленький, крошечный, но видно, что там действительно кольца Он вот так усенький, но там действительно есть кольца И вы понимаете, что вот этот газовый гигант, эта махина, она действительно где-то висит там далеко-далеко-далеко Кстати, движение тротуарных астрономов активно поддерживают и высшие учебные заведения Делятся техникой и помогают с лекциями Сергей Александрович Веселков, директор обсерватории Сибирского аэрокосмического университета, говорит А что дело-то хорошее? Знания о мире лишними не бывают Тем более, если учесть, что астрономии в базисном плане средней школы нет аж с 2008 года По мнению специалиста, это внесло свои коррективы в общий уровень знания элементарных научных фактов Ну, народ поглупел в этом плане Вот я слышал такую цифру, что по данным, значит, в ЦИОМ, что ли, около 30% населения России считает, что Солнце вращается вокруг Земли Вот до чего докатились уже Чтобы остановить это движение вниз, учебная обсерватория Сибгау сегодня нацелена на пропаганду астрономических знаний Преподавание, в том числе и в школах в качестве электива, а также на научную деятельность Однако здесь прекрасно понимают, сначала нужно все же заинтересовать потенциальных астрономов Поэтому здесь регулярно проводят звездные вечера для всех желающих Во-первых, все хотят посмотреть телескоп, это первое на первое Ну, а потом уже дальше больше Начинают задать вопросы, в основном про черные дыры, кротовые норы и прочее В общем, по астрофизику В Солнечной системе действительно открывается много до сих пор Говорят, каждый день порядка 300 астероидов открывают Расписание звездных вечеров и экскурсии в музее ракетно-космической техники Сибгау Можно найти на сайтах университета и обсерватории Если же вы нацелены в небо со всей серьезностью Эдвина Хаббла или Федора Бредихина То знайте, в обсерватории аэрокосмического занимаются вопросом переменных звезд За время работы в этой области открыто более тысячи таких небесных тел Переменная звезда Звезда, блеск которой изменяется в результате происходящих в ее районе физических процессов Факт переменности позволяет сделать вывод, что жизнь рядом с такой звездой невозможна В долгосрочной перспективе это позволит исключить этот сектор космоса Из списка возможных целей межзвездных полетов Открытие носит фундаментальный характер Открытие открытиями, однако, что же все-таки с астрономией? Почему такого урока больше нет? Почему убрали? Вернут ли вообще? И как жить дальше? Все эти вопросы с завидной регулярностью муссируемые на просторах интернета Мы задали представителю государственной образовательной системы Владимиру Бусыгину По иронии судьбы, с гордостью носящему отчество Марсович Итак, что там с астрономией? Астрономия, она не убрана из образовательной программы школы А в разной форме может присутствовать В начальной школе она изучается в рамках окружающего мира Потому что все равно детям рассказывают и про Вселенную Луна, спутник Земли и подобные темы там есть А затем более серьезно уже изучается на ступени старшей школы Когда уже изучена физика, определенные знания по физике получены Потому что это все равно проявление законов физики И можно многое просто показать и рассказать, наблюдая за небесными телами Впрочем, несмотря на это, знаменитый московский планетарий, открытый еще в 1929 году И ставший сегодня одним из главных центров популяризации науки в России На этой неделе разместил на своем сайте петицию о возвращении астрономии в учебный план в полном объеме А это 35 часов в старших классах Уже подписались сотни человек, которым, пожалуй, все же стоит вспомнить Что в случае возвращения одного предмета придется пожертвовать часами, отведенными на другие Например, экономику или информатику Ах, звезды, звезды Пожалуй, на этой высокой ноте мы и закончим сегодня наш открытый урок Хорошо, но мы же встретимся еще Конечно, каждую среду в 19.10 на телеканале «Инисей» Не забывай про наши странички в самых популярных соцсетях Хочешь стать героем нашей программы? Звони и пиши по этим адресам Пока-пока! И пусть у тебя все будет на отлично! Продолжение следует...